МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу хочется сказать, что ребята молодцы, то есть все говорят, что это война, но мы все знаем, что такое война, и это, слава богу, не война, это просто напряжённое время такое, которого, может быть, ни у кого раньше в карьере не было, в карьере медицинского работников. Этому городу нужны герои в масках. Станция скорой медицинской помощи, располагающаяся в Сестрорецке, сейчас находится в режиме особенно напряжённом. В связи с пандемией коронавируса нагрузка на бригады возросла многократно, ведь кроме помощи инфекционным больным необходимо также не забывать и о других пациентах, болезни которых никуда не делись с приходом ковида. Никто не уволился, никто сам не попросился спрятаться, уйти на больничный лист, хотя у всех спрашивали, кто не хочет, кто боится. Могли и люди 65+, как мы их называем, пойти на какой-то отпуск, правительство допускало такую ситуацию. Все работали, дополнительных сотрудников мы не брали. Более того, летом, начиная с весны, сотрудники отказывались от ежегодных оплачиваемых отпусков. Мы спрашивали, кто готов не пойти в отпуск, потому что начали болеть сотрудники, надо было закрывать бригады, чтобы бригады выезжали, как говорится, в полном составе. Поэтому сотрудники отказывались от отпуска, не ходили вообще. Есть сотрудники, которые в этом году вообще в отпуске не были. Конечно, мы им дадим отпуск, когда они попросят, сразу же, как только появится у них желание и у нас возможность. Поэтому у меня только слова благодарности и низкий поклон к сотрудникам, которые работали и продолжают работать сейчас. Самоотверженность сотрудников скорой помощи поражает. Им ежедневно приходится сталкиваться с грозным врагом, встреча с которым подчас может оказаться роковой для самого медика. Несмотря на постоянные тренировки и всевозможные техники безопасности, к сожалению, от заражения не застрахован никто. Многие переболели, многие вот все уже поняли, что средства индивидуальной защиты, они, конечно, защищают. Они и называются средства защиты. Но они на 100% не гарантируют, что сотрудник не заболеет от пациента, с которым достаточно длительное время, как я уже рассказал, находится просто в замкнутом пространстве. Ну, например, это салон автомобиля, там, да, маленькая площадь. Вот. И сотрудники болеют. Ну, вот на сегодняшний день, там, ну, процентов, наверное, 40 у нас сотрудников переболело. Но это в основном почему-то вот сейчас, осенью, мы весну и лето держались, очень мало было переболевших. Ну, слава богу, все переболели, все в строю, вышли на работу и продолжают трудиться. Конечно, сейчас очень многое зависит от медиков, и врачей скорой помощи в том числе. Однако и простые граждане могут сделать для своего здоровья не меньше. Для этого необходимо соблюдать простейшие меры предосторожности, чтобы взять под контроль заболевание и не допускать его дальнейшего распространения. В этой борьбе и один в поле воин, так как каждый может своими действиями повлиять на динамику болезни в ту или иную сторону. Лишний раз скажу, не надо без необходимости ходить в какие-то общественные скопления, там множественные скопления людей, в общественные места. Понятно, что магазины, аптеки – это помещение первой необходимости, и без этого не обойтись. Но если уже вы пошли туда, то, пожалуйста, одевайте средства индивидуальной защиты, соблюдайте эту пресловутую дистанцию. Это действительно важно. Даже если зараженный человек окажется рядом с вами, но он будет на расстоянии двух метров, полутора-двух, ему очень проблематично будет вас заразить. Но если у вас поднялась температура, вы чувствуете какой-то озноб, недомогание, не надо совершать подвиги и идти на работу, потому что вокруг вас сотрудники, вокруг вас люди, которые вместе с вами едут в общественном транспорте, у всех дети, вы понимаете, что эту цепочку будет очень сложно вообще когда-то остановить, если мы сами, каждый, ответственно не начнем относиться к этой эпидемической ситуации. Сразу, пожалуйста, изолируйтесь, вызывайте доктора, обращайтесь в поликлиники, если у вас слабое течение заболевания, обращайтесь в скорую помощь, если вам действительно тяжело и есть угроза жизни. Вы поймите, что назначает лекарственную терапию участковый врач, скорая помощь снимет экстренные какие-то признаки недомогания. Третье, не пытайтесь сразу попасть на компьютерную томографию. Первый, второй день заболевания у пациента температура, это не панацея компьютерной томографии, это не просто так исследование, как прочитать учебник. Это нагрузка на организм, это радиационная нагрузка, и компьютерная томография делается по показаниям. Поэтому вызывать бригаду скорой помощи с просьбой «Хочу КТ», ну, просто как-то тоже не очень сейчас тактично. Вот так сегодня выглядит гараж скорой медицинской помощи в городе Сестрорецке на станции скорой помощи. Вы же помните, уважаемые телезрители, мы неоднократно делали отсюда репортажи, показывали, как оснащены автомобили, беседовали с сотрудниками. Но сегодня, как вы видите, гараж пуст. Нет даже реанимационной бригады. Она везет очередных пациентов на КТ. Вот так вот сегодня выглядит гараж. Здесь стояло раз, два, три, четыре, пять, шесть машин, как минимум. Но сегодня эти самые машины даже не успевают заезжать на базу. То есть, как сотрудники утром заступили недодежурство, так целый день и ездят по вызовам. Станислав Родионов, Анастасия Филиппова, курортный район, Санкт-Петербург.